Продолжение следует... Гневные комментарии, рогатые эксперты и просто такие лютые хейтеры, которые начинают всеми правдами и неправдами доказывать, что так быть не может. Типа там, что автор, ты чё поехавший, какого фига, это ж игра для детей, как такое может нравиться? Или там, что, как, продуктом от Нинтендо в нашем 2K17 можно ставить высокие оценки, когда есть Call of Duty, Оссусины, GTA, Крузис и всякие, ну, в общем и так далее. Вы должны понимать, что когда заходит разговор о Марио, становится частенько так жарковато. Когда вышла Super Mario Odyssey, игра была на Западе встречена крайне положительно. 97 баллов на Метакритике, куча десяток. Многие журналисты называли её одним из главных претендентов на игру года, да и вообще чуть ли не лучшим проектом, который выходил на пока ещё молодой платформе Нинтендо Свич. Само собой, это в наших суровых российских широтах вызывало вполне себе ожидаемую реакцию. Честно говоря, я сам тоже, ну, не то чтобы без греха. Я долгое время, ну, не разделял такого фанбойства тех, у кого есть консоли Нинтендо и те, кто любит их игры. Ну, собственно, вот эту любовь к этим самым играм. Думал, что все эти десяточки, которые Super Mario Odyssey получает за бугром, это скорее такое бремя того самого фанбойства. Тамошние геймеры, они росли буквально на Марио, и там вот любовь к этому персонажу, она у них считает в крови. Ну и, собственно, чтобы в этом лишний раз убедился, дай, думаю, возьму Нинтендо Свич Super Mario Odyssey на выходные. Поиграю там пару часиков, убедюсь, что прав, и, в общем, забью на эту игру и продолжу жить в своей параллельной вселенной, где Нинтендо не существует. Ну и в итоге, считай, в один заход прошел Super Mario Odyssey, и сейчас вот сижу и собираюсь вам рассказывать всякие умные вещи про эту игру. Если лень смотреть предстоящие минуты этого экспертного комментария на, действительно, одну из лучших игр для Нинтендо Свич, то вот краткая версия. На мой взгляд, это не 10 из 10 претензий к игре есть. Также спорно, что это прям вот лучшая игра для Нинтендо Свич, учитывая, что там уже какое-то время назад вышла The Legend of Zelda Breath of the Wild, которая богическая. Вот, однако, все-таки, хайп здесь не просто так. Это приятная во всех отношениях игра, которая может серьезно увлечь и, в общем, хейтить ее не то чтобы правомерно. Супер Марио Odyssey продолжает дело Super Mario 64 и Super Mario Sunshine. То есть, это 3D-платформер в более или менее открытом мире, который напичкан всевозможными секретами и испытаниями. Тут сходу Super Mario Odyssey нам дает понять, что некоторые вещи в этой франшизе остаются неизменными даже на протяжении почти 40 лет ее существования. Тут и так же вот. Принцесса Питч, возлюбленная Марио, в очередной раз похищается злейшим врагом Марио, Баузеру. А Баузер отвешивает люлей нашему герою и отсылает его в полную задницу мира. Делать нечего, надо спасать свою возлюбленную и раздавать люлей всяким нехорошим его соратникам. Тут же внезапный поворот. В своем путешествии Марио будет не один. Он почти с самого начала коррифанится с шляпопризраком по имени Кэпи. Этот призрак дает Марио некоторые новые способности. В частности, шляпу призрака можно использовать для того, чтобы сражаться с противниками, получать новые движения в плане платформинга. То есть вы, например, можете запрыгивать на шляпу брошенную и прыгать еще дальше. И, наконец, с помощью этой шляпы можно вселяться в тела монстров и всяческих персонажей, которых вы будете встречать на протяжении игры. Последнее, это самое интересное, но об этом давайте чуть-чуть похоже. Там есть что сказать. Вот сначала давайте поозапливать. Суть вашего всего прохождения Super Mario Odyssey будет заключаться в следующем. Вы на своем шлеполете, дрондулете, прилетаете в какой-то новый мир. Игра тут же находит отмазку, почему вам нужно там остановиться. Там топливо кончилось, сломалось что-то. Ну, в общем, вас выкидывает в этот новый мир. Здесь вы должны, условно говоря, выполнить главный квест этой локации. Как правило, это битва с боссом или там помощь местным жителям. А также собрать определенное количество лун энергии, которые нужны для починки или перезаправки вашего шлеполета под названием Одиссея. Ой, да, Одиссея, Super Mario Odyssey. Их, хе-хе, да. Куда бы вы ни прилетели, вам постоянно будет интересно. Картинка будет всегда стильной, вкусной, вот такой, муа, сочной, но при этом постоянно разной. В вас не возникает никаких сомнений в том, что вы серьезно переместились из пункта А в пункт Б, и в этом пункте Б все по-другому. А игра может задвинуть что-то про добро, то есть нарисовать такие пастарали, солнышко подвесить под потолком, там кучу милых монстров нафигачить. Может вас переместить в условно конфетное королевство из времени приключений, там оно называется кулинарное королевство, но там все так же вкусно, красочно и круто. Может внезапно врубить мрак, например. Самый первый мир, это, считай, Тим Бертоновская какая-то черно-бело-серая локация с таким милым мрачником. Может задвинуть что-то в стиле Dark Souls, один из боссов, это огромный, мать его, дракон, с которым приходится сражаться в дождь, мрак, молнии и прочий такой мрачняк. В общем, она всегда разная, и там всегда интересно все исследовать. Ваш главный метод исследования, это, разумеется, прыжки, беготня и всяческие акробатические трюки, которые помогают забраться Марио в несколько труднодоступные места. Да, движений действительно очень много, причем частенько вы случайно что-то делаете, и только потом узнаете, что «Эй, так можно было всю игру, эй, почему ты раньше этим не пользовался?» Благо, в игре есть встроенный каталог всяческих умений, где вы можете потратить некоторое время на то, чтобы изучить все добро, которое может делать Марио. Тут же хотелось бы задвинуть такую первую щепоточку критики. Дело в том, что Super Mario Odyssey настаивает на том, чтобы вы в нее играли соединенными джойконами. То есть... Связано это с тем, что за счет моушн-контроллеров, там встроенных гироскопов, вы можете делать, совершать какие-то уникальные движения. Например, вы можете просто вот так вот махнуть джойконом, и шляпа будет, например, наводиться сама. Или, например, провести комбинацию так, чтобы шляпа сделала круговую атаку и зачистила всех врагов, которые вот-вот уже подбираются к вашей красной кепке. Это все, конечно, круто. И такие движения, завязанные на мошн-контроллерах, очень часто дают определенную новую глубину вашего контроля, Марио, и также заметно облегчают прохождение и сражение с монстрами. Другое дело, что всем этим добром нельзя пользоваться, когда вы переводите Nintendo Switch в портативный режим. То есть, когда вы, например, играете в метро, в очереди, там, на скучной паре и так далее. То есть, допустим, вы проходите Super Mario Odyssey на телевизоре или просто соединенными джойконами, пользуетесь всякими фишками вот этого мошн-контролла, а потом, ну, приспичило вам куда-то поехать и взять Nintendo Switch с собой в портативном режиме, и там вам уже придется играть с обрезанными крыльями. Справедливости ради, все вот эти вот мошн-движения, они хоть и дают весьма весомое преимущество, однако не являются обязательными для прохождения игры. Вполне можно обойтись всем тем, что вы делаете в портативном режиме Nintendo Switch. Но все равно осадочек-то остается, осадочек-то... И еще немного про критику платформинга. 3D-платформеры — это весьма непростой жанр, ну, как для игрока, так и для геймдизайнеров. То есть, сделать так, чтобы все было приятно обеим сторонам, весьма и весьма сложно. Nintendo на этом, конечно же, съела собаку, и поэтому Super Mario Odyssey, в принципе, не артачится. Там все достаточно удобно, понятно, ну и весьма простительно для игрока. Однако временами случаются весьма такие бомбящие моменты, когда вы не можете винить себя за тот или иной провал. Дело в том, что частенько подтупливает камера в Super Mario Odyssey и выбирает немножечко не те ракурсы, и не дает их как-то изменить. И в результате делает прохождение, в принципе, легкого этапа достаточно нервным. Во-вторых, тут уже, наверное, вопрос к периферии Nintendo Switch, потому что прицельно прыгать и рассчитывать свои прыжки и бывает иногда не просто с маленькими стиками этой самой консоли. Ну, тут уж ничего не поделаешь, приходится превозмогать. Так или иначе, все претензии насчет типа сложности, ну, их, наверное, делать весьма глуповато, потому что Super Mario Odyssey — весьма ненапряжная игра. Но да ладно, иногда способностей Марио все-таки не хватает для того, чтобы добраться в какие-то труднодоступные места или как-то законтрить особенности каждого мира. И тут на помощь приходит, наверное, самая главная фишка Super Mario Odyssey, а именно волшебная шляпа Кэппи, которая помогает Марио вселяться в чужие тела и использовать их руководители как магистр кукловод. Ах! Дожили! Супер Марио теперь еще и демон, который вселяется в ничего не подозревающих монстров. Суть в чем? В Super Mario Odyssey очень много существ, в которых вы можете вселиться и использовать их особенности и способности для того, чтобы дальше продвигаться по сюжету и уровню. И исследовать его всячески. Всего таких существ больше 50 штук, и у каждого есть нечто уникальное, что вам предстоит открыть и попробовать, в общем, как оно все катается. Тут надо реально преклониться перед фантазией разработчиков, потому что они сделали весь процесс поиска новых тел, куда можно вселить душу Марио. И изучение их особенностей действительно очень увлекательным и крутым. Фантазии разработчиков хватило на то, чтобы каждый монстр, в которого вы вселяетесь, он обладал какой-то своей фишкой, часто критически важной для прохождения уровня, но также просто такой, который помогает еще больше и лучше изучить локацию, которая вас закинула. И таких монстров здесь действительно много, и не факт, что вы за свое первое довольно беглое прохождение Super Mario Odyssey их все откроете. Но каждый раз, когда вы будете находить новую тушку, в которую можно вселиться и оценивать их способности и использовать их для покорения уровня, игра будет вас удивлять и изумлять. И вот это вот удивление и изумление, и чувство сюрприза, и того, что вы открыли что-то по-настоящему новое для себя в этой и без того необъятной игре, это штука, которая будет двигаться на протяжении всего прохождения Super Mario Odyssey, и это прекрасно. Тут же добавляется и тот факт, что, ну, как бы вся игра про собирательство. Вам нужно собирать монетки, собирать специальные фиолетовые монетки для того, чтобы, а почему бы, собственно, и нет. И, наконец, самое важное, собирать луны-энергии, с помощью которых вы можете переместиться в новый мир и, соответственно, проследовать дальше по сюжетной линии. Все, что касается собирательства в Марио, традиционно великолепно. Монетки собираются с таким чарующим звуком, и вам реально очень хочется набить их число до максимума. Луны — это вообще отдельная история. Охота за лунами, это, по сути дела, корень всего гейплея Super Mario Odyssey, она выполнена великолепно. Суть вот в чем. Вы прилетаете в новый мир. Вам для того, чтобы улететь с этого мира, нужно собрать определенное количество лун. Примерно половину из этого абсолютного минимума лун вы получаете, проходя, ну, основной главный квест этой локации, без которого вас и так бы не выпустили. Все остальное вы набираете просто по ходу исследования и небольших ответвлений, которые будут встречаться вам на пути. То есть вас, по сути дела, мало что удерживает на этом уровне после того, как вы выполнили основной квест. Как правило, лун уже достаточно, можно двигаться дальше и переходить к следующей локации. Но! Охота за этими лунами, это процесс, который чертовски не надоедает и который постоянно умудряется быть разнообразным и очень-очень увлекательным. Какие-то луны найти весьма просто. Они либо там запрятаны в земле, на них нужно опустить пятую точку и достать их из недр земли, малышки. Какие-то висят в воздухе, и вы их можете заприметить издалека и быстренько к ним дойти. Другие же ставят условия чуть-чуть посложнее. Например, пройти маленький 2D этап с пиксельным Марио и в награду получить очередную луну энергии. Наконец, третий запрятанный так хитро и так интересно, что сам процесс поиска вот этих вот мини-активностей становится самоцелью. Тот факт, что собирать здесь все очень приятно, это само по себе мотивирует вас к тому, чтобы исследовать этот мир. А когда вы покончили с этим миром, выжали из него все соки, обшарили все нычки, перейти к следующему и повторить этот процесс, постоянно открывая для себя что-то новое. Опять же, Super Mario Odyssey, она во многом про путешествия. И на мой взгляд, только очень-очень хорошие, с любовью сделанные игры могут заставить вас в себя играть без какого-то вторичного стимулирования. Super Mario Odyssey как раз-таки про это. Это с любовью скрафченная игра, в которую вошло огромное количество фантазии и труда разработчиков. И вы чувствуете эту самую фантазию, труду, любовь разработчиков к вам, к геймеру, который все это проходит. Это, наверное, главное, что отличает продукцию Нинтендо от других, ну, более синтетических хитов современности. Вас не покидает ощущение теплоты, которое Super Mario Odyssey ретранслирует совершенно простыми вещами. И это... Блин... Почему вот нельзя так всегда, а? Окей, окей, возможно, мои речи не убедили вас, и вы все еще считаете, что Super Mario Odyssey, да и, в принципе, игры Нинтендо, и, в частности, про Марио, они... Ну, в общем, они для детей. Окей, давайте согласимся с этим. Я не отрицаю. Да, да, да. Они цветастые, там все мультяшненько, мило, без насилия, кровищи. Не то, чтобы сильно сложно. В общем, да, окей, для детей. Но тут вот такой нюанс. Это не делает Super Mario Odyssey и другие игры Нинтендо, ну, в своем большинстве, продукции, от которой могут получать удовольствие только исключительно дети. Потому что у игр Нинтендо и Super Mario Odyssey это демонстрирует великолепно. Есть какой-то ноу-хау по тому, как достучаться до внутреннего ребенка даже под таком заплывшим бородой, жире, там, с сединами в волосах. Геймере, который уже бросил все эти детские забавы и уже, там, шесть лет подряд играет в Call of Duty. Надеюсь, у вас хорошая жизнь. Супер Марио Odyssey удается достучаться и вытащить на поверхность того маленького вас, который еще находил окружающий мир удивительным. Трогал всяких букашек, ловил кузнечиков, бегал, смеялся, радовался жизни и постоянно удивлялся. Это чувство удивления, наверное, главная фишка Super Mario Odyssey. Вам там будет всегда интересно. Вам там будет всегда приятно и солнечно и ненапряжно. Совсем как, когда вы под стол пешком ходите. И это здорово, правда, очень здорово. В общем и целом, несмотря на некоторые недостатки Super Mario Odyssey, довольно глупо отрицать, что это действительно очень знаковый и важный проект как для Nintendo, так и, в частности, для Nintendo Switch. На мой взгляд, ради Super Mario Odyssey вполне можно купить Nintendo Switch. Ну и сейчас за Зельду, конечно же. Legend of Zelda Breath of the Wild. Если у вас есть Nintendo Switch, и вы не играли, ну ты че вообще? Это хороший, добрый, красочный, яркий платформер, который продолжает вас развлекать на протяжении всего многочасового прохождения этой игры. Несмотря на все недостаточки маленькие, которые чуть-чуть подпарчивают удовольствие, я думаю, что Super Mario Odyssey достойна отметки как минимум 9 баллов из 10. Вот. Напомню, что это мнение не фанбоя. Нет, Mario, Mario, нет, нет. Ребятушки, спасибо большое, что смотрели на это бухтение и восторге и разбрызгивание слюней. Было очень приятно это все вам рассказать. Надеюсь, что вам было приятно все это послушать. Если что, вас никто не осудит, если там на канальчик подпишитесь, там палец вверх поставите, ну и сделайте всю вот эту вот YouTube-рутину, чтобы нам было что кушать. Хорошего вам всего, играйте в хорошие игры. Super Mario Odyssey, хорошая игра, играйте в Super Mario Odyssey. До скорого, всех люблю, пока. Субтитры сделал DimaTorzok